Старт эстафете дал олимпийский чемпион по плаванию Андрей Крылов. Почти полвека назад в его школу пришел тренер и пригласил в бассейн. Постепенно через серебро спортсмен добрался до олимпийского золота. На пьедестале сил на мысли уже не было. Осознавать произошедшее начал уже на пресс-конференции. В начале карьеры о победах никто не думал. Просто брали одну спортивную высоту, затем сразу поднимали планку. Тогда казалось, что было трудно. Сегодня то же самое видится интересно. Сейчас на наше счастье, на зависть нам, бывшим пловцам, сейчас бассейны стали появляться. Но бассейн у вас действительно хороший. У вас хороший бассейн. Я просто когда-то был очень давно-давно-давно в этом бассейне. И помню, он был такой самый какой-то, ну, заурядный. Я смотрю, как очень хорошо его сейчас переоборудовали. Я вижу современные стандарты в область, как бортик сделан. Стоят очень современные тумбочки. Ну, я думаю, дело за малым. Вам теперь современные результаты надо. Олимпийские чемпионы приехали в спортивную школу «Виктория», чтобы поддержать юных спортсменов, пловцов, гимнастов, волейболистов. В спортивном зале сверстницы анапчанок из Владимирской области и Подмосковья. Финальная часть первенства профсоюзов России среди девушек. Команда города-курорта – одна из фаворитов. Я была здесь в Волейграде, даже в центре волейбольном России и пляжного волейбола, и классического волейбола. И об этой школе очень много знаю и слышала. Я знаю, здесь работают замечательные тренеры. И есть надежда на то, что будут игроки. В свое время здесь, ну, правда, это Сочи, Сочи забыл. Кондров Володя, который играл много лет в сборной команде сейчас. И тренером работаю все. Есть люди, есть таланты. Надо заниматься и делать свое дело. Нина Смолеева отмечена в волейбольном зале славы. Он находится в Соединенных Штатах, где в конце 19 века зародился этот вид спорта. В детстве будущая чемпионка занималась художественной и спортивной гимнастикой. Такая подготовка помогала на площадке. Феофане 14 лет. Семь из них она занимается волейболом. Нина Смолеева вручает девушке золотой значок ГТО – одну из первых ее наград. У нас много общего. Интересно же узнать, как в моем возрасте, чем они занимались. У них же тоже школа была. И так же они занимались волейболом. Мне интересно. Я стремлюсь стать даже олимпийской чемпионкой. Специалисты отмечают, что олимпийского золота в волейболе у России не было давно. Аналогичная ситуация со многими видами спорта. Организаторы встреч с олимпийскими легендами поясняют, одна из целей – пробудить у ребят веру в себя и настроить на будущее победы.